всем привет хочу начать с того что поблагодарить всех кто нас поздравил с удачными гонкой в латвии и также поблагодарить всех кто там пишет хорошие слова мне за то что мы делаем благодарить за работу очень приятно особенно когда девушек это я имею ввиду пишите в этом не реально поддерживает и мотивирует делать что-то дальше поэтому спасибо значит пару слов о формате да еще хотел конечно поблагодарить за то что откликнусь на мою просьбу задавать вопросы писать что-то вот в итоге у нас получилось какое интересное наблюдение что я реку сейчас практически уже никто не пишет стали писать в комментариях под видео мне кажется давайте вот такой формат закрепим то есть я что-то говорю вы пишете если у вас возникают какие-то вопросы вы пишете их под видео то есть я реку писать не надо так чтобы мне по разным источникам что называется не лазить опять же удобно мне не надо будет весь вопрос вычитывать я скажу вот вопросы того до того то часто вопрос бывает очень объемная там как бы суть его могу в двух словах сказать тем самым будем немножко время экономить вот постараюсь отвечать на все вопросы если конечно это не будет как огромное количество ну как я понимаю уже такой у нас устоялся как правильно сказать формат а ну круг зрителей уже устоявшийся и понятно что то есть количество вопрос который возникает но какой-то уже близко и все конечно вот я буду стараться на них либо отвечать либо коротко либо не буду отвечать но буду объяснять почему не хочу вопрос объяснять вот ну либо вопрос вполне возможно может тянуть на новую тему я это буду говорить давайте такой формат то есть еще раз повторюсь вы пишете если у вас есть интересный вопрос тема так далее в комментариях возможно там если есть желание между собой тоже без там как дополнение общение то есть можно комментировать вопрос кого-то вот я все это делаю так или иначе буду следующем выпуске как-то комментировать отвечать либо не отвечать и без нее почему так далее все давайте попробуем в таком формате начнем с у нас сегодня есть тут несколько вопросов которые под прошлым видео плюс у меня еще есть один вопрос остался не так давно зрители прислал я вот я вот уже читают ведь потому что то есть просто называется один из свежих вопросов вот хочу я начать с комментария который лично меня повеселил просто больше всего ты бы мой фэворит называется в этих комментариев это от владимира пивоварова я у нас позже зачитаю что сейчас расскажу почему не повесел для кого этот материал оратор косоязычный кроме морды соплей жопы и фаллических символов ничего нового жаль потерь на времена обычно водитель материал ничего не даст кроме вреда если кто-то вздумает принимаем применить эти параметры на практике может автор хороший спортсмен но расскажет никакой такие ролики следует выкладывать для аудитории которая с автором общаясь на одном языке специфический язык непонятный на обычным людям это все равно как общаться на фене бывшему уголовнику с нормальными людьми которые никогда не сидели в тюрьмах я когда я прочитал так развеселил потому что мне сразу такие полезли всякие рода неприличные ассоциации но сразу вот если вот кто наверное не совсем молодой помню был такой фильм полицейская академия представьте идет такой добропорядочный гражданин видит бар название голубая устрица о давно я не ел морепродуктов заходит а там такой оратор что называется в этой в кожаной жилетке и кепочки такой нудису домой сладенький вот ну и собственно говоря вышел потому думает них она себе устриц поел как говорится вот ну и так далее значит можно еще кучу всяких разных ассоциации привести но тем не менее почему я с этого начал действительно я буду следующий раз достаточно подробно говорить для кого данный материал понятно что такие люди как владимир вряд ли заглядывает на мои передачи хотя я думаю что если заглавят им типа как стать автогонщиком и начать что-то рассказывать какие то есть что народный бюджет просто по по названию поэтому первых но с первого сделал буду стараться говорить а заглавливать данную вещь максимально нейтрально так и у нас в гостях устава третий сезон выпуск номер 4 и все о чем лучше как говорится написать вот это вот очень очень важно тромин я все-таки действительно у меня есть я вот сам ролист и больше говорю про ролистов но несколько у меня было выпусков которые больше были так сказать с направленностью скажем так ну тайм атакером либо любительский занимается ну таким покатушками по кольцу еще что-то вот я потом когда какое-то количество выпусков на эту тему сделал перешел очень так незаметно опять на роли на роли на аудиторию это не обозначить поэтому оказывается буду вначале говорить о чем я и для кого скажем так кто является фокус группы так скажем моего выступления текущего по поводу фене да действительно ну вот это нормальная ситуация что в любом закрытом каком-то общество сообществе людей которые каким-то вещами занимаются никакой своеобразный сленг возникает вот уголовной среде это фене там в спортивной куда свой там слен даже понимать что людям так кто так или иначе гонять на машинах там тоже скажем есть даже внутри это как же достаточно небольшого скандекс сообщества там тоже какие-то свои такие диалекты сленговые наверное допустим я вот в этом году только узнал что такое каловеры вот у вас его знаешь что такое каловеры вот васек до сих пор не знает вот потому что ну вопрос встречается это слово я там наших механиков помучил они у нас там любят так или иначе торчи свои делать поэтому скажем каловер это амортизатор который есть возможность регулировки высоты пружины когда на нем есть резьба это называется каловер я где-то слышал это да я вот до недавнего времени это допустим не знал также было непривычно долгое время мне говорить что у тебя машина на амортизаторах на сиденье там еще на чем бывает на выхлопе вот на этом на антикрыле вот я как немножко по-другому но тем не менее ну если вот общаешься определенной среде где так это ну мне не сложно говорить как допустим у картингистов есть такое тоже понятие там у них нет понятно что там избыток у машины недостаток или там они там мало руля много рулял такие вот вещи тоже очень понятно внутри меня тоже определенный свой сленговый язык поэтому я тем не менее буду сознательно не уходить от сленга но если это не касается там боковых тем там буду стараться дать нормальным русским языком но если мы говорим о том что что нам кажется уважаемые зрители понятно я буду поменять сленг чтобы когда случайные люди не заходили то есть еще что я не блогер я не стараюсь чтобы не было много подписчиков и так далее то есть я хочу чтобы те кто меня смотрит им это было интересно то что я говорю и полезно значит с точки зрения если все таки вы уважаемые зрители являетесь обычным автомобилистом и вам автоспорт вообще считать что только из формулы 1 и все то я вам ничем полезно сказать не могу вообще немножко два слова о себе я не автолюбитель и автонелюбитель я не люблю ездить на машине вообще более того я на машине практически не езжу в москве я перемещаюсь или на метро или на мотоцикле да у меня есть машина peugeot 107 желтенькая с бабочками вот почему с бабочками это такая отдельная смешная история а мне даже этот понравилось когда вася попросил чтобы он заехал заправил заправщик спросил человек у девчонки машину взял он хотел сказать что типа у папы но потом вовремя сдержал сказал у мамы взял даже вася даже стесняется что у папы на такой машине я на него метро езжу поставил возле метро после метро и дальше уже когда нет возможности на мотоцикле перемещаться поэтому ничего полезного вам как автомобилисту я сказать не могу я ничего про это не знаю я мягко скажем не не слежу за новинкой автопровод что там вообще сейчас происходит какие машины бывают чем они отличаются я не являюсь там очень короче говоря очень мои знания находятся в весьма специфической области которые обычным автомобилистом не нужны поэтому если вы обычный автомобилист лучше выключите и что-нибудь другое посмотреть вот все нас теперь уже на вопросов по сути которые здесь были скажем от аудитории которая ну не случайно так скажем вот я постараюсь я тут выписал себе небольшую шпагалку их не по порядку а по так сказать ну по блинему плану вот значит начну с вопроса александра арича я сразу извиняюсь если я неправильно говорю фамилию вполне возможно там неправильно читаю в английской транскрипте и еще и еще что то вот вот ну поэтому если чью-то фамилию там переиначу пожалуйста не обижайтесь не надо сказать не со зла вот сейчас я найду вопрос да он значит спрашивает про может ли симулятор развить гоночные умения вообще про важность симулятора спрашивает и второй момент спрашивает про и своим наблюдением делится что он очень много десяти лет тренируется на симуляторах и когда впервые появился на реальных тестах понял что в принципе очень много есть общего но тем не менее испытывает определенную зажатость когда садится за рот если он на симуляторе там царь и бог всех пучит как шпротов а так сказать на реальной машине зажимается то есть соответственно вопросов два в чем суть психологической вот этой проблемы второй вопрос и первый вопрос помогает ли симулятор вот как раз сегодня на эту тему буду разговаривать это вот тема сегодняшней передачи она будет все недолго я сразу предупреждаю поэтому что у нас и вопросы и плюс у меня еще достаточно много запланировано поговорить поэтому я сразу сейчас не буду ничего говорить я поэтому подробно в течение передачи расскажу второй вопрос я хотел значит наш постоянный зритель Андрей Крутко он тоже у него есть вопрос с психологическим подтекстом это что значит у него была авария где он там достаточно убрался неприятно в на трассе в Смоленске и пишет что он не может это выкатывать то есть он во всех других таких смелых местах едет смело а вот здесь где он убрался он скажем зажимается он мне прислал он убор своего убора я его там разбирал там как же это что называется общались там свое мнение высказал но все равно он зажат в этом месте и не может проехать там как все называется отважно как выкатывать этот психологический момент тоже об этом говорят то есть у меня финальный блок сегодняшнего выступления как раз о психологических моментах у меня конечно психолог но что знаю что то то расскажу поэтому этот вопрос я тоже сегодня именно в рамках передачи что называется за затрон значит вот еще бы я наверное хотел сейчас давайте все остальные вопросы по порядочку сейчас вот я прочитаю вопрос вот сейчас я быстренько посмотрю вот значит вопрос который я не знаю как правильно прочитать фамилии я так и читаю как манфокин видимо так ну то есть такая аббревиатура написано меня уважаемый господин спрашивает что интересно было бы увидеть видео и лучше серию видео о том на что обращать внимание какие развивать навыки для начинающих любителей мало-мальски опытных экипажа то есть чего начать среднестатистическому педе решившему податься в ралли как подготовиться в первом ралли не убраться на первом же допе ну и ну и так далее по нарастающему то многим было бы интересно вообще хотелось бы книгу на эту тему от вас по поводу да вот честно скажу что многие больше тебя что написал книгу и про себя могу сказать что я все-таки не оратор и в плане критики все мне говорят что ну там затянуто еще что-то косноязычное действительно так то есть я не оратор никогда этим не занимался хотя в своей жизни много чего писал вот ну специально по работе поэтому у меня рука писать на битой в принципе ну и наверное видели там в какое-то время до того как начать всякие видеоблогеры снимать я что-то иногда писал вот писать мне получается честно скажу лучше чем говорить но это по времени затратно поэтому я перешел на формат видеоблогерство именно из тех соображений что просто дефицит времени а как говорится видосик запилить это намного быстрее чем как бы статью написать ну для меня в всяком случае потому что требует там больше не знаю там времени на работу и так далее поэтому наверное логично было бы может быть на пистолетный жанр удается но все-таки останусь в формате видеоблогерство именно из экономии времени да вот еще к вопросу как андрей крутко предлагает вырезать там еще что-то монтажом заниматься пробуем сяриком делать не буду это опять же тоже время затратно так я записал вот вася дальше уже там скинул то ярко я летом отсмотрел почистил разместил то есть подрезать урезать это все-таки я должен сам делать этим заниматься ну честно скажу не буду это просто опять поймите неправильно некая экономика экономии времени но воспринимаете это действительно как вот я на сергеева написала что как-то у меня в гостях в гостях я сижу за там чашкой чая или кофе вас гружу собственно говоря на какую-то тему где-то буду повторяться где-то будем и чай где-то буду затягивать что-то буду забывать но вот формат менять понимая все его минусы формат менять не буду просто объяснил почему значит теперь сам к сути самого вопроса от уважаемого так сказать автора это наверно один из самых задаваемых вопросов всегда был я всегда от него отпихивался в том плане что ну смотрите с одной стороны важность его понятно потому что порог хода в ралли он весьма высок намного выше чем порог хода скажем кольцо еще что-то с кольцом может потренировать немножко там на 3 дни съездить еще что то есть в принципе там нет штурмана нет и тот этих умений вся стенограмм еще каких-то там спица спецнавы там все относительно безопасно ну даже кистом можно до ударить машинам спицы но это не сравнишь там с гонянием между со всем этот мир в этом плане очень веселит а помню не знаю рассказываю рассказываю что не туда я одного хорошего товарища очень серьезным кольцевика пригласил на тесты и полива прокатил вот он так вы с очень так средоточен подошел без тазбе если честно я удивлен что эти кодки легально то есть это человек который много-много лет занимался и занимается кольцом вот то есть это вот ну это реально так что если там сравнивать вопрос опасности и тогда играли конечно самую напасть на других видов спорта вот и других других видов автоспорта поэтому она требует какой-то может более такого дунчего подхода и действительно здесь есть что сказать другой стороны почему я не хотел бы это делать и сейчас как бы уже захотел что называется сейчас объясню дальше почему я раньше не хотел это делать потому что все приходят в ралли по разному кто-то знает там копить деньги чтобы собрать деньги там на какую-то одну там низко две гонки какие-то коротенькие сплитов в сезоне на своей машине как-то и передел гоняки то в любительском варианте кто-то наоборот там это смой путь сначала там что-то заработал в бизнесе там будучи бизнесменом реализовал там какую-то детскую мечту тем самым другая проблема у него есть больше бюджет который там скажем может быть и не снился такому любителю сперва но у него есть проблема со временем вот только действие правильно организовать и у каждого разный некий путь и какую-то универсальную формулу как вообще вот стать успешным реалистом вообще как в этом проявление успешно как вообще просто действует достаточно сложно с одной стороны кажется задачу ли мы не решаем я не могу же всем сразу все рассказать но другой стороны можем подойти как знать как научно то есть не разбирать конкретный случай а просто разобрать закономерности то есть разоба закономерности и воскресенье здесь что ты это не надо делать пока вы научились это делать а вот здесь лучше так вот так то здесь вы сэкономите время а здесь есть по методике будем сэкономить и денег и так далее тогда то есть я постараюсь вот все таки наверное как на эту тему высказаться что вопрос очень сильно важный интересный и раньше от него отписывался потому что не знал как сказать сейчас у меня в голове стало появляться понимание как можно его осветить поэтому это в ближайшем обозрение в будущем будет действительно как правильно уважаемый зритель сказал что это будет ли передача либо серия передач да скорее всего так оно и будет это в одной передаче не пойдешь скорее всего будет некая серия некая серия передач поэтому сейчас у меня плавно получается так что сегодня как я говорил что у меня есть две такие заполненные передачи это про тренировку сегодня как раз про тренировки поговорим и вторая это скажем так для мои рекомендации тем кто там тайм атакерам планирует зимой погонять по ледовым трассам вот в следующую передачу запишу на эту тему а потом скорее всего какую-то там в какую-то тину по времени что называется но подготовлюсь и запишу на несколько видео но вот именно по на этот вопрос который задал уважаемые уважаемый автор вот а теперь давайте коротко по тем вопросам которые остались например вот сергей сударев сейчас я прочитаю тут ну вы наверно сами быстренько прочитаете вопрос который есть от него сейчас я быстренько его найду а вот он пишет что позвучало что поле отрабатывал прыжки на симуляторе на каком рбр дед даже хотел кули подтянуть чтобы он как-то рассказал там что он делает не скрасываешь не по сам я готов персонально на вопрос отвечать так вот вещать с камеру не был а значит он тем не менее расскажу что я знаю он вгоняет на рбр но не нас не на стандартно то есть там какая-то другая физика и так понял что можно менять вот это что называется на Варианты физики, дополнения, еще что-то. У него машина едет не так, как каждый серийный. Я знаю, что он постоянно варианты какие-то пробовал, пока выработал тот, на котором он сейчас гоняет. И что постоянно мне вот эти запишут, скидывают анборды на... У меня большой объем анбордов отсматривают. Поэтому я могу сказать, похожий, не похожий. Мне здесь вообще не похож на тот машин. А сейчас это, то, как он гоняет, ну, очень близко к тому, как едет реальная машина. Вот, поэтому, если вам нужны подробности и интересы, можно напрямую там скорость физикации, он вообще на социальных сетях присутствует. И, я думаю, персонально на все необходимые вопросы ответит. А я, честно скажу, не особо в этом вопросе. Именно конкретно, на чем он там гоняет, какими программами пользуются, не знаю. Но если мы гоним параллельный, а симулятор это РБР с какой-то там хитро-задой физикой, так скажем. Дальше. Следующий вопрос от Сергея Рассохи. Сергей Рассохи просит рассказать, как работать с кулачковой коробкой, особенно при переключении вниз. И еще про торможение левой ногой. Значит, по кулачковой коробке. С ней максимально просто работать. То есть, кулачковая коробка не синтронизатором, но просто фактически вот эти кулачки замыкаются. Потому что, чтобы они углами не сбивались и максимально плотно и сразу в зацепление заходили, нужно коробку переключать максимально быстро, хлестко. То есть, это должно быть не силовое переключение, ни в коем случае. Не надо вот прям ее вколачивать. Это вредно и, скорее всего, очень быстро приведет к повреждению коробки. Я должен быть такой, лёгкий такой вот, знаете, вот такой вот, забрасываешь передачу из одной угла в другой. В принципе, вот посмотрите, где есть, ну вот как сейчас, ну кто-нибудь из быстрых ребят, когда едет на группе N, там сейчас у всех кулачковая коробка, как они с этим работают. То есть, это действительно очень такое хлесткое, быстрое забрасывание фактически кистью. То есть, ты не рукой втыкаешь, а вот просто брешь, ты как бы кистью бросаешь. Очень-очень резко перепередачу. Вот, чтобы переключение произошло, нужно убрать, называется, момент с коробки. То есть, в данном случае, когда, если у тебя там нет специальных приспособлений, а там какого-то, которое наступаемой группе, оно не разрешено, делает автоматические перерывания зажигания, момент переключения. Вот, как мы скажем, ну вот на секментарной коробке, все, там просто газ не выпускаешь. То здесь нужно просто коротко, при разгоне, ты коротко бросаешь газ и втыкаешь в следующую передачу. Вот, не пользуясь сцеплением. В принципе, ну вот по опыту, при приучении с первой на второй лучше передачей пользоваться, сцеплением пользоваться, потому что там большой перекресток, как я называю, по передачным числам. И если работа без сцепления, достаточно серьезная нагрузка на синхронизатор и на кулачки, на коробку, то лучше, мне кажется, я бы рекомендовал так, ну, как минимум, когда Вася у него отгонял, там, на девятке, у нас была такая, что с первой на вторую переключается с сцеплением, а дальше уже без сцепления пошел. Вот, понижение вниз, вообще, на мой взгляд, никакой проблемы не взыкает. Там никакой нагрузки на коробку нет, потому что это жестко тормозит. Особенно, если ты тормозишь в пол, жестко максимально, то она вообще просто легко втыкается. То есть, вот, если вы хотите поберечь коробку, можно переключаться с сцеплением, но вверх. Вне вообще смысла переключаться с сцеплением я никакого не вижу, тем более, если вы тормозите левой ногой, то у вас просто, ну, нечем нажимать на сцепление, если у вас нет, конечно, третьей ноги. Вот, если вы, как, скажем, я без третьей ноги, то тормозите уверенно, говорится, там, левый и понижайте без сцепления. Я вообще в этом никакую проблему не вижу, просто втыкает. Вот, на разгоне здесь нагрузка чуть больше, здесь надо, как бы, очень правильно, дозированно, коротко сбрасывать газ, если нет такого там прерывателя. Вот, ну, на группе, как я понимаю, вот, по-моему, как раз и нельзя. Вот, по торможению левой ногой. Вот еще, значит, был вопрос. Тоже часто меня спрашивают по торможению левой ногой, но еще раз говорю, что я вообще не понимаю, вот, почему этот вопрос. Хотя нет, понимаю, понимаю, вру. Понимаю, просто, скажем, этот вопрос только у начинающих, либо у очень редко куда-то выезжающих людей возникает. Левой ногой тормозить, никаких сверхприемов в торможении левой ногой нет. Левой ногой тормозить просто проще, и все. Это, скажем, это может быть непривычно. Опять же, непривычно, потому что в обычной жизни практически все тормозят правой ногой. Вот, допустим, в Азии было непривычно учиться тормозить правой ногой. Сначала научился достаточно прилично гонять, вот, а потом он начал ездить на нормальной машине, на гражданской, с обычной коробкой, и у него вызывало большой дискомфорт, необходимость выжимать сцепление и необходимость тормозить правой ногой. То есть для него это было крайне непривычно, что нужно одной ногой нажимать на газ, и еще и на тормоз. Ну, то есть, если так вот посмотреть, это действительно неудобно. Когда у тебя вот две ноги, одна, газ, тормоз, у тебя не надо переносить. Представьте, что вы едете, вот, и у вас нога уже лежит на тормозе. И у вас что-то происходит, вы резко нажимаете, мгновенно, у вас реакция между необходимостью затормозить, когда мозг это возникнет, и нажатие, это, собственно говоря, время, пока у вас там сигнал проходит от мозга до ноги. А если у вас нога лежит на газу, то вам нужно отпустить газ, перенести и нажать. Вот это позитивное действие, которое ты делаешь, оно реально долгое по времени. Потому что часто ты левой ногой где-то машину прижимаешь, то есть у тебя в повороте идут какие-то разгрузы. И на этом разгрузе просто раз-раз подоткнул. То есть это то, для чего используются торможения левой ногой. Это не какие-то спецприемы, нет никаких спецприемов, это просто удобно. Вот вы, наверное, все катаетесь на картинге, на прокат. Но если не катайся, то сильно рекомендую это делать. Ну там же, представьте, у картинга была бы не две педали, газ, тормоз, а с одной стороны и по одну ногу, и газ, и тормоз. Ну это было бы, ну, блин, неудобно. Потому что на картинге там все быстро происходит, и вот там этот перенос ноги сразу бы был заметен и мешал. То есть исключительно левая нога, это удобство, это не надо переносить, это непривычно. Поэтому вы должны понимать, что это удобно, но это непривычно. Это не знаю, кто ездит на мотоциклах, меня, наверное, поймет. Я вот очень много езжу на мотоцикле, и иногда, так сказать, сейчас уже не едем, не балуюсь, но раньше выезжал там на какие-то трыгнино-гоночном мотоцикле поноситься. У всех гоночных мотоциклов коробка перевернута. Ну то есть не сама коробка, а механизм переключения по-другому включается. То есть у тебя, ты поднижаешься не лапкой, не вверх ее поднимая, а вниз опуская. Вот. Это сделано для чего? Чтобы, точнее, повышаясь, то есть когда ты разгоняешься, то есть ты не вверх, а вниз, то есть наоборот. Для чего это сделано? Чтобы ты мог переключаться вверх, будучи, когда у тебя мотоцикл в сильном, говорится, наклоне, за заклоне. Это когда ты ногу просто не можешь под лапку подсунуть, она у тебя просто, ну, в дорогу зацепишься. Вот. А сверху щелкать можно. Это реально удобно. Это реально удобно, и на всех гоночных мотоциклах именно такой алгоритм переключения. А на всех, как бы, бытовых, как бы, то, что просто одноторожных, вот, а у них стандартный механизм переключения. То есть, когда ты повышаешься, ты разгоняешься, то есть ты лапку вверх подсовываешь. Мне так привычно, что я много езжу. Так я вот, собственно говоря, когда выезжал на трекне, я понимаю, что все-таки вот обратный механизм, он более правильный, и он тебе дает в каких-то моментах более удобный для гонок, для гоночного использования. Но он мне непривычный. Я просил, чтобы мне поменяли там тягу, перекрутили на другую сторону мотоцикла, потому что мне было, пусть я буду в каких-то там поворотах на разгоне терять из-за этого время, но зато мне это привычно, я не буду на это отвлекаться. Поэтому я вот, для чего это рассказываю? Вот то же самое с левой ногой. Если вы серьезно гонять собрались, то очень рекомендую этому научить, потому что это тупо удобно, и это ускоряет, скажем так, нет этого лага по времени между, когда ты отпустил тормоз, перенес ногу, нажал, отпустил газ, перенес ногу, нажал на тормоз. У вас практически вот он мгновенно происходит. Если же вы выезжаете крайне редко, то есть я еще раз говорю, что вопрос не когда начнем, вопрос как вы планируете. Если вы планируете гонять много и серьезно, сразу выучите слева ногой тормозить, если вы еще это не научились делать, и так далее. Если же вы планируете выезжать одну, две, три гонки в сезон, либо вообще вы так выезжаете на какие-то покатушки, ну вот, на покатушке неправильно сказал, на какие-то такие вот коротенькие, клубные ралли, там еще что-то маленькие. Вот. Это у вас вообще единственная машина, а, вот еще очень важно, на ней вакуумный усилитель стоит, который дает такую задержку на все действия тормозом, который, ну, не сравнишь со временем переноса ноги. То есть, вот здесь уже вот этот перенос ноги не так важен. То есть, условно говоря, если вы, вот у вас есть вакуумник, вы крайне редко играете, и вам, ну, привычно тормозить право, ну, тормозите право. Это, вот для меня непривычно тормозить право. Я никогда вот, если буду, я еду быстро под облак, в боевом режиме, и у меня левая нога, что называется, не висит на тормозе, я как бы штанов себя ощущаю. То есть, у меня ощущение, что я не могу в этот момент случай коротко прижать. То есть, я понимаю, что если что-то происходит, это, знаете, как-то мне нужно куда-то, зачем-то тянуться. То есть, это вот для меня, это крайне дискомфортно. Поэтому, если вы серьезно хотите заниматься, а, да, если у вас обратная ситуация, вам, наоборот, дискомфортно тормозить левую ногу, ну, тормозите правую. Большой проблем в этой нет, там, как бы она не дает, говорится, там, безумное преимущество. Ну, несомненно, дает, из-за вот этого, говорится, временного переноса. Не надо думать, что если вы тормозите левой ногой, это какие-то супер-пупер, так сказать, приемы пилотирования дополнительные дают. Да никаких супер дополнительных приемов пилотирования не дает. Я бы выделил только два. Но это вот на переднем приводе, если не опускаешь тормоз, там, левой ногой, такой легкий эффект, как говорится, подтягиваемый, ну, как подрабатываемый ручником дает. Ну, хотя, вот, допустим, я не рекомендую этим приемом пользоваться. Там, не буду объяснять сейчас, почему, ну, то есть, ну, тем не менее, он существует. Кто-то, скажем так, доворачивает машину левой ногой, а не ручником, допустим, если это нужно. Ну, то есть, заменяя тем самым, как бы, пользование ручником, это на переднем приводе. На полном приводе, вот на турбированном, такая вот, как вот, Финн раньше все это использованы, когда еще не было продуманной, такой, как бы, ну, отработанной системой АЛС. Да и сейчас, в принципе, на группе Н это логично делать, потому что там все-таки мотор серийный, там антилоксистом, так называемый, она все-таки достаточно грубо работает. Поэтому иногда, когда вам нужно где-то коротко затормозить, где-то чуть машину, вот, осадить, можно это делать, не отпуская газа, просто левый ногой, это более тонко. Вот, вот, представьте, вот вы, допустим, есть такой прием, все, наверное, на входе в поворот сбросить газ. Вот, шел, машину чуть больше загрузил, ты повернул, опять нажал, поехал. Вот, вот, а что происходит? То вы, как бы, у вас тяга с колес падает не до нуля, а до некого минуса, то есть, скажем, до некого небольшого минуса, который дает торможение двигателя. А если вам нужно чуть больше? Больше уже все, больше нужно переносить ногу, нажимать на тормоз. А здесь вы можете, собственно говоря, создать этот ровно этот минус левой ногой, а можете еще и дальше чуть дожать. То есть, вы можете просто не сбрасывать, а так, как бы, чуть левой ногой прижать и повернуть, не отпускать. При этом у вас нет вот этой бухания, это антиллака, плевков, то есть, какого-то разбаланса по тяге, что называется. Потому что отпустил, нажал, там бахнул, но все равно не сразу номинал турбины надувает. Она там сколько-то надувает. То есть, это бы потеря по тяге намного больше, чем происходит. Условно говоря, то есть, сравнить два момента, вы едете полным газом, вот, на турбину, и на входе, вместо того, что сбрас, просто раз, левой ногой прижали и повернули. Вот. Чем вот можно сбросить, нажать? Вот в этом случае это будет более точно, более дозировано и с меньшей потерью. Вот так я могу сказать. То есть, это вот, скажем, финны, многие, особенно старые школы, они вообще, как говорится, вот на этой, на группе, они ездили так, то есть, они вот, как вот, перестелся на четвертую передачу. В четвертой, пятой передаче, они даже рабочие торможения отрабатывают полностью на полном газу. То есть, все, то есть, со стороны этот, этот, практически газ не отпускается. Ну, либо чуть приотпускается, и так далее. То есть, постоянно, чтобы турбина, говорится, отдула, и так далее. Вот. Поэтому, это такой некий прием торможения на турбированной машине, при прижимании, подтормаживании, все без отпускания газа, чтобы не стравить давление с турбиной. Значит, ну, еще расскажу. Не рекомендую тормозить левой ногой, если вы делаете это крайне редко. Значит, у торможения левой ногой есть очень неприятный момент. А именно, то есть, когда человек подсознательно, в каких-то стрёмных местах, еще что-то, когда внутренний, как бы, подзажался, он начинает давить, поджимать тормоз. То есть, он влияет полным газом, это несознательное действие. Вы даже можете этого не ощутить. Просто поставив камеру на ноги, вы увидите, что вы начинаете где-то поджимать тормоз, там, где это совсем делать не надо. Вот. А это приводит к потере. Поэтому, в принципе, вот я отдельно, как говорится, этому чувствую, что у меня такая проблема была, и она у многих есть. То, что именно такое подсознательное поджимание левой ногой. Ты начинаешь сначала... То есть, научить левой ногой тормозить несложно. А вот, скажем так, сложно четко сделать так, чтобы у тебя нажимало на тормоз, только когда, как говорится, у тебя в нужных местах, а не таким образом не проецировалась твоя неуверенность либо какой-то страх в каком-то месте, просто поджимание левой ногой. Это не частный случай, это очень распространенный. Поэтому, если у вас, скажем, нет нужного объема АВКАТа, то, скорее всего, вы будете на этом терять больше, чем перенося правую ногу на тормоз. Поэтому, еще раз говорю, если вы серьезно решили этим вопросом заняться, то вообще, собственно говоря, нечего тянуть, сразу учусь. Как научиться? Ничего сложного. Просто поставьте себе задачу. Все, вот у завтрашнего дня, не на этих тестах, гонках, вы вообще тупо правой ногой не тормозите. Только левой. И все, забыли, что у вас есть возможность. Сначала будет дискомфортно. Но поверьте мне, это очень быстро кончится. И будет все нормально. Исключение составляет ситуацию, в которой тоже я был, это когда у вас не кулачковая синхронизированная коробка. И вы не можете переключаться без сцепления. Когда я начинал гонять, тогда у группы Н еще не были разрешены кулачковые коробки. И я вот в ногах путался. То есть, каждый раз должен понимать, что сейчас я торможу право, потому что мне нужно вырезать сцепление, чтобы понизиться. Потом переносил ноги. Вот это постоянное гуляние ног. Тоже привыкаешь. Тоже привыкаешь. Ничего в этом сложного. Как будто как-то сложного нет. Тоже угрыбник достаточно простой. Но некомфортно. Сразу могу сказать. Когда я ползу кулачковую коробку, это просто, что называется, другой уровень. Говорят, мне не нужно дергать эту педаль сцепления безумную. То есть, стартанул и все, и забыл про нее до финиша. Это, конечно, удобно. Это что касается торможения левой ногой. Про кулачковую коробку рассказал, про торможения левой ногой рассказал. Значит, теперь еще у нас был вопрос. Константин Пименов Задал достаточно много вопросов. Длинный. Не было все. Первый вопрос тоже задает про левую ногу. Я уже все это рассказал. Второй вопрос. Спрашивает, как можно настраивать машину, если у вас нерегулируемые амортизаторы. Уважаемый Константин, я на эту тему очень много предыдущих выходов говорил на выпусках, на то, как настраивать машину с помощью железа. Если у вас нерегулируемые амортизаторы, вы можете, собственно говоря, баланс управляемости настраивать по железу, то есть, делать более жесткую одну ось, тем самым вы, в связи с этим заднюю ось, вы делаете более жесткую либо стабилизатором, либо пружинами, вы, соответственно, делаете машину более избыточной. Более мягкую, соответственно, более прямолинейную, то есть, она становится более недостаточной. Более тонкие настройки можно добиваться высотой. То же самое. Приподняли чуть-чуть задницу, она стала чуть-чуть более избыточной машиной. Ну, и, соответственно, вот игра высотой, игра жесткостью с железом, здесь, возможно, достаточно в широких пределах настраивать управляемость машины. Чем лучше пружины или стабилизаторами, каждый решает сам. Вот могу сказать интересный факт. Вот у нас была, в общем, сейчас вот гонка, две гонки в Прибалтике, одну, где Коля выиграл, где второй был второй. Мы там достаточно много потратили время на поиск каких-то таких оптимальных настроек. В нашей команде также ехал Раульец, который, скажем, тоже как-то настраивал, они там тестировали даже вместе с Танком, я думаю, там была какая-то тоже помощь со стороны этого очень опытного пилота. И у нас были, скажем, настройки, которые предложила нам Шкода. Вот все три настройки, они примерно были сделаны абсолютно там, ну не абсолютно, а не сильно отличаются. Условно говоря, Шкода предложила на шаг пружины мягче, но зато на шаг стабилизаторы жестче. У Рауля Ецера, у него как бы по морде мы с ним примерно совпали по железу, зато задний стабилизатор у него мягче, но пружины жестче. То есть каждый подбирает под себя. А какой-то единой системы нет. Но тем не менее, если брать баланс по жесткости, вот скажем, он во всех трех вариантах был принят одинаковый. То есть машины по управляемости в дуге были при всех трех настройках примерно одинаковые. А все остальное уже нюансы. Вопрос на какие трассы какие пружины здесь тоже все очень просто. Чем более скользко, тем более мягкие пружины, вообще более мягкое железо. Чем более разбитая дорога, тем тоже более грубо говоря, мягкие пружины. То есть лучше держать, более ровно дорога, можно и я считаю нужно ставить более жесткое железо. Хотите об этом подробно, очень много на тему говорят. То есть несколько выпусков фактически так или иначе у меня это было затронуто. Я понимаю, что меня смотреть это надо терпение иметь, но мне не желаем посмотреть. Я просто не хочу повторяться из уважения к другим зрителям, которые меня слушали и это уже знают. Работает ли вы спряженной силы автомобиля? Если да, то как настраиваться он был, по какие аспекты трассы ее настраивать. Но я так понимаю, имеется в виду аэродинамическая прижимная сила не работаем. Скажем, в ралли это не сильно актуально и ну, конечно, что не совсем не работаем. Но, скажем, я с этим много работал, когда гонял по Нербуркингу. Когда у тебя средняя скорость 180, ну, с этим надо работать. сложный момент вообще, аэродинамика автомобиля и так далее, как ее добиться, чтобы машина прижималась, но это не давало дополнительного бессильного сопротивления. Не смогу объяснить так на пальцах, потому что это надо, скажем, аэродинамика она такая на пальцах сложно объяснять. поэтому когда в кольце гонял работал и много на это этого времени уделял и считаю, что весьма успешный были у нас эксперименты. Машина у нас хорошо ехала именно с точки зрения ародинамика. Вот. Даже некий пример, вот мы эту машину, которую мы там гоняли, она сейчас в Риге и в Риге и Коля там на ней одну гоночку проехала. Так она из-за своих особенностей только в класс он лимит попадала. То есть там все машины, которые с Кольей попадали в один класс, они просто ну там минимум в полтора раза мощнее были, если не в два. Поэтому там даже со старта было интересно. Коля стартует и все начинают отъезжать. А когда проходит круг, Коля уже проехал прямую старт-финиш и только вторая машина там из-за угла выезжает. То есть он там несколько сот метров вез. Именно за счет того, что трасса быстрая и там как раз хорошо работала вот эта аэродинамика позволяла значительно быстрее проходить повороты позже тормозить и так далее. Хотя по мотору мы там можно сказать были аутсайдеры у нас там обычный трехлитровый BMW мотор стоит из 36 передела то есть там невыдающиеся характеристики. А вот с аэродинамика да работали но я не смогу объяснить. В ралли мы не работаем практически с аэродинамикой я собственно говоря на той же школе ставлю максимально в агрессивную позицию заднее антикрыло но вы понимаете от максимально агрессивной до минимальной это там практически незаметно и все там есть как бы амалогированные с максимальным лица угла мы его ставим и ездим ничего не работает если вы гоняете по кольцу то можно заморочиться литературно это счет не так много но есть можно почитать правда она вся к сожалению не на русском языке та которая по теме что называется четвертый вопрос еще хотел чтобы вы принимать таком аспект как поиск разговор со спонсором ничего не могу сказать честно потому что если на тему говорить это я могу там часами разговаривать но это будет на тему как этот почему у нас спонсора найти либо невозможно либо крайне-крайне сложно с объяснением ситуации и так далее и так далее вот поэтому у меня такого опыта нет поиска спонсора и как правильно поступать я сказать не могу поэтому наверное будет глупо рассказывать выдавать какие-то рекомендации которые не работают потому что я в этом не пытался что-то делать но безрезультатно поэтому вопрос важный я конечно прекрасно понимаю что все хотят найти спонсора но я честно скажу не знаю как знал бы мы бы тогда у меня бы и Вася и Коля если бы за спонсор какие-то они за мои вот ну наверное я бы этот ага сейчас самый важный вопрос у меня остался сейчас быстренько посмотрю никого я не пропустил так Константин ответил ответил да все теперь значит вопрос тоже достаточно частный частый встречался от Дмитрия Катая он поблагодарил за рассказ проручник посетовал что затянуто Дмитрий понимает ну уж как могу извинять вот и попросил рассмотреть свое видео с Апскова вот сначала я даже думаю ну блин это часто вопрос так или иначе любят просить рассмотрел либо их либо чье-то рассказал какие бывают ошибки и так далее и так далее не делаю это принципиально по двум причинам и дальше это делать не буду потому что первое ну первое это как правило интересно тому что видео разбирает рассмотрит меня все-таки какое-то большое количество людей относительно им наверное это будет не очень интересно разбор этих видео и второе ситуация но это не главная причина потому что все-таки многим я думаю было бы интересно посмотреть и на чужом примере увидеть какие дожить которые может быть есть у них и так далее и так далее вот не хочу рассказать основная причина почему не хочу потому что нужно какой-то одогриться понятильным аппаратом нельзя просто так начать рассказывать вы мне можете в каких-то вещах неправильно понять это действительно такой сложный момент выработка терминологии что конкретно почему как мы называем с вами как мы называем вы должны начать понимать мой язык вот Васек не даст соврать допустим он сейчас в Ралли Кройс едет я с ним не езжу у него с этим есть проблематика потому что те люди кто сейчас не этим занимаются у них другая терминология он часто их не может понять они ему объясняют он даже потом разбираемся доубога после возвращения в сгонок вот он меня сразу понимает что я говорю Васяк ну здесь ты перекрутил здесь чуть-чуть как говорится рановато здесь поздновато то есть я одним словом ему сразу показываю ваш шипон а да действительно это что-то я сразу не увидел и так далее а там немножко другой понятий аппарат а его нельзя вот так не видя друг друга не разбираясь когда мы с вами должны сесть разобрать пока тогда возможно возможно как-то разбор онбордов дистанционно у тебя в этом году помогал Диме Мячину так сказать что он пересел на Peugeot и в плане настройки в плане пилотажа достаточно много рассматривал онбордов но сначала началось с того что достаточно большой объем я смотрел онбордов потом мы ездили на тесты где я разбирал какие-то его ошибки что-то показывал и так далее то есть мы как-то потратив много очень времени пришли к какому-то ну не единому а взаимопониманию я стал понимать что если по телефону ему или там как-то начинаю объяснять какие-то моменты он меня однозначно понимает что я имею ввиду и это стало давать эффект это стало давать эффект и даст стало возможно что называется какой-то подсказка еще что-то и дистанционно поэтому я в данном случае просто боюсь что я буду неправильно понял это вот некий ответ поэтому уважаемые господа я много смотрю на боду ко мне люди обращаются я смотрю что-то подсказываю еще что-то но это только вот не дистанционно вот вместе как-то пересечнемся с удовольствием готов посмотреть что-то подсказать рассказать еще что-то опыт большой смотрю много поэтому и реально вижу много всяких разных нюансов которых могу рассказать но в рамках передачи поэтому большая просьба не присылайте онборды с просьбой посмотреть я этого делать не буду вот но с удовольствием это сделаю если скажем как-то где-то сможем пересечься ну как бы очно не заочно тем не менее тем не менее я это вроде как бы хотел поставить точку но не поставлю потому что я все равно как любитель что-то посмотреть залез и посмотрел этот онбор ну во-первых я сразу Дмитрию скажу что мне онбор понравился но понравился можно сказать единственным аспектом некой эмоциональности ну то есть я люблю когда вот человек едет на кураже когда он просто что называется вот тут он ну как это вот так вот на эмоции что называется засаживает я прям приятно смотрел смотрел с улыбкой ну не с первого раза с первого раза я как бы с офигением смотрел сейчас объясню почему вот с удивлением ну в общем мне конечно вот это такой эмоциональный настрой как вот как называют давите на дорогу мне понравился вот это первое впечатление что у меня в итоге когда я начал его смотреть даже супругу уйдил что у меня осматривание амбордов на айпаде это как бы любимое занятие перед сном я если там час посмотрел амбордик то он сплю очень хорошо вот в основном правда привыкло что я смотрю это либо скажем так иностранная вещь то есть иностранный штурман говорит либо это здесь там голос Ярика вот то есть я либо Колин осматриваю либо какие-нибудь буржуиские амборки смотрю вот а тут я залип достаточно долгое время с осмотром кучу всяких анбордов почему это произошло я сначала вообще не понял что происходит за рулем из машины то есть у меня возникло полное ощущение да и почему я сейчас хочу об этом поговорить потому что вот на на этом анборде есть моменты которые являются неким иллюстрацией я попрошу Ярика чтобы он обязательно онборд чтобы так как ну не искать там типа зайти туда-то там налить чтобы просто была ссылочка на этот онборд про который я говорю и про который вы меня попросили посмотреть чтобы Ярик сделал на него ссылку и все могли его посмотреть и увидеть то о чем я говорю вот значит безумная на мой взгляд дистанция между действием руля и реакцией машины ну то есть вот могу сказать что для меня машина настроена очень неправильно то есть вот я могу ошибаться может быть там какой-то резина не такая может быть там еще что-нибудь но вот я вообще не понял то есть ощущение что пилот сначала у меня было ощущение что пилот крутит рулем а машина что-то свое делает эти два события как бы так скажем ну какой-то работа с рулем и движение машины по дороге они как-то между собой вообще не связаны я сначала этой связи просто не увидел меня это какой-то ступор загнал потому что ну поймите правильно я смотрю все-таки последнее время уже много лет это либо там супер вот Васька ездил когда на этом либо R5 машина либо из там взрослых мальчиков смотрю там в РС то есть машина который крайне четкий я когда думаю может быть действительно этот группа так ездит потому что я думаю я уже от этого отвык я начал лазить по ютюбу смотреть кучу всяких разных лонбордов постарался смотреть ну с наших же дорог таких вот чтобы была более-менее нашел достаточно много разных лонбордов отсмотрел наших пилотов ситуация не сильно лучше чем так сказать вот вашим Дмитрий случай тоже какая-то такая вот полная ну непонятно разрыв где-то чуть лучше ну в общем на мой взгляд машина едет вообще не так как она должна ехать потом я начал копаться пытаться найти думаю у меня Вася же когда-то ездил на группе к сожалению все эти онборды не сохранилось я там нашел за 12-й год у нас на так сказать канале на канале нашей команды SRT этот онборд есть там один из самых разных это 12-й год Васек тогда еще только был таким начинающим вот и там есть онборд где они едут с я как бы тоже попрошу Ярик чтобы он так быстрый доступ выложил ссылку под видео где они едут там на группе на девятке с Кузмичом и там тоже видно что Вася там едет с ошибочками не так сказать далеко не в грань но и тоже машина весьма мягкая тоже машина весьма мягкая но все равно там нет таких безумных задержек просто осмотрев час всяких даже больше ноутборда фашингборд посмотрев ну раз пять наверное я уже начал понимать я увидел причинно-следственную связь между рулем и тем что происходит вот значит почему я сейчас скажу смотрите значит на сорок пятой секунде от начала когда я говорил про ручник я там говорю что когда быстро на быстром ходу можно задницу протянуть как раз у вас там была такая ошибка то есть вы там в правый поворот заходите и делать это чуть раньше то есть машина у вас выставляет вы отруливаетесь и вот начинается вот этот проход поворота змейкой с там уворачиванием от обочины практически чуть ли не до полной остановки разгон вот это как раз первое движение рулем вправо было сделано ровно на сорок пятой секунде посмотрите вот это то что я имею ввиду прохождение поворота змейка когда чуть рано и чуть больше машину перекрутили и соответственно начинается колбасня если такая ошибка происходит то логично логично вот здесь немножко жопу протянуть в данном случае можно было бы хотя не знаю надо с такой настройка машины как у вас возможно но тем не менее это некий вот для всех кто интересуется как пользоваться вот этот никак а в каком моменте нужно пользоваться вот этим приемом как называют протянуть задницу ручником на большом ходу вот посмотрите борт дмитрия 45 секунда вот это как раз вот была та ошибка которую с помощью ручника можно значительно меньше потеря времени было бы исправить теперь что мне не понравилось вот у меня такое ощущение что задница на входе вообще за дорогу не держится ну то есть что происходит практически при каждом повороте ну то есть вот сравните как вот ваша машина идет и допустим как вот Васек ехал в двенадцатом году на этой девятке то и там и там группе то есть тоже резиновая машина такая инертная мягкая что у Вас происходит то есть у Вас поворот налево вот и Вы такое робкое движение в сторону то делаете машина тоже начинает пытаться встать поперек дороги а это особенно в средних поворотах собственно и тут же все и дальше весь поворот мы за сторону заносов то есть это тупо не быстро машина так ехать не должна я не знаю в чем конкретная причина я не могу не видя машины вообще не понимаю что на ней установлены и так далее давать рекомендации по настройкам но к этому еще накладывается очень большая задержка между действием рулем вообще реакции машины на руль как я понимаю у Вас Subaru 8 стягка она коротенькая она должна быть достаточно быстрая то есть вообще машина из всех из-за гулкан на самом маленький момент МНР должна быть вообще быстро реагировать на руку она делает это очень как-то медленно не знаю я еще Subaru не работал может быть это нормально для меня поведение но в моем понимании так быть не должно мне кажется что как раз это пример очень первораспущенной гидравлики особенно по жопе еще раз говорю 20 раз повторю сделайте поправку на то что я не знаю что у вас стоит мне показалось что машина очень избыточная на входе и вообще в дуге избыточная но на входе особенно поэтому я бы рекомендовал вообще по кругу сажать отбой чуть-чуть хотя бы а на жопе посильнее чем на морде и возможно на морде поставить чуть более жесткие пружины либо если есть такая возможность что техреграм допускает чуть более жесткий стабилизатор машина будет более спокойно то есть иначе она у вас вообще за рулем не едет то есть это все время попытка как говорится поймать ножом происходит конечно это вы делаете очень смело эмоционально и так на поле что мне как вы уже сказал мне это понравилось но сделайте себе чуть меньше работы вот особенно в конце там когда перекладка на это специально на 6 минут 21 секунды перегладка возле остановки вот вы прошли правый поворот возле остановки вот вы влево нормальную машину переложили все а у вас жопа в кусты поехал ну тут представьте все то же самое только на узкой дороге ну просто не доехали ну либо ехать бы и тошнили очень медленно то есть надо что-то делать с настройкой машины если не хватает опыта самому машину настройки пригласите кого-то кто скажем ну на этих машинах там умеет знать машину правильно настроить но в моем понимании машина едет сильно неправильно вот это я могу сказать из там пилотских ошибок ну таких вот их там много ну вот одну которую тоже всем рекомендую посмотреть как я называю очень сильно запаздывающая рулет и вот вы едете глаза то есть он говорит вот у вас как подзять пору раз машину вот все у нее пошло это вращение вы уже знаете что будет у вас уже какой-то двадцатый поворот машина дальше будет так она же ее понесет и дальше начнете отруливаться так вот вы ее как бы качнули в сторону и сразу немножко скомпенсируете уберите излишнее вращение то есть вы на входе перекручиваете машину я вот видите опять свалился в объяснение на терминах которые не объясняют что я в прошлый раз говорил что перегрузить машину значит передать вращение округ собственной оси больше чем оно необходимо чем у нее вы далее на входе вращение вокруг собственности такое же как угловая скорость должна быть такой какая угловая скорость у скажем центра массовой машины при движении по самой дуге понятно объяснил для меня вообще это понятно да тебе это это просто как говорится тысячный раз по-балному по-балному тому же вот поэтому в этом смысле нужно если вы перекрутили на входе то однозначно что у вас пойдет перерасставление попытка в сторону этого заноса отруливания то что вы перекрутили вы должны это не глазами увидеть а вы должны это прямо на самом раз чуть тоже коротко посмотрите допустим как это делает Васька в 12-м году ну вот он еще достаточно неопытный гонщик но вот с точки зрения с баланса рулем не очень точно то есть у вас очень долго раз ждете увидели глазами вот оно такое быстрее более коротко надо реагировать даже на такой вялой машине вялой реагирующей машине как у вас надо это делать немножко быстрее еще раз представьте рассказываю как как швабру поставить швабру и вы ее держите вот если вы будете постоянно тренироваться это делать в какое-то время что вы будете такими короткими движениями вот у вас швабру кстати туда-сюда делали подлавливать то у вас через какое-то время практически незаметными движениями если же вы только начинаете делать либо делаете это редко то у вас будут такие вот так вот ловить вот у вас примерно килотаж в этом плане в этом плане похож видите куда надо ехать видите дорогу видите траекторию смело едете эмоционально ну вот очень как говорится такая как я назвал вялая рулежка очень вялая очень запаздывающая рулежка вот это вот кусок на грязном там можно говорить про конкретные ошибки нет достаточно как я скажу много кто не ездит тут не ошибается кто ездит тут всегда ошибается ну это системная ошибка то есть еще раз коротко что-то надо делать с настройкой машины мои рекомендации чуть более жесткой пружины на борт через стабилизатор и зажать машину по отбою а на жопе особенно это вот хотя могу ошибаться попробуйте попробуйте мои рекомендации друг поможет и по по пилотажу более четко рулежка вот сравните посмотрите несколько раз ваш онборд вот Васин онборд ваш онборд васин онборд оба онборда выложу это примерно почему я взял тот старый онборд на первых более свежих не нашел потому что сами не гоняем больше на группе но как раз по уровню там наката не знаю там так далее ну наверное плюс-минус в одном уровне то есть наверное было бы неправильно сейчас со сколей сравнивать которая там из-за руля что называется не вылазит поэтому наверное там здесь более корректное сравнение там можно посмотреть просто обратить внимание на работу с рулем на на то как быстро и четко реагирует на какие-то поползновения машины то есть ты еще этого не понимаешь ты глазами не видишь что машина он это почувствовал мужичком он тут же скомпенсирует быстро резко мы на этом очень много акцентируем очень много работы очень работает над точностью над резкостью над быстротой пилотаж извиняюсь телефон вот мы очень много работали над быстротой и точностью пилотажа вот именно работа с рулем даже не пилотажа а быстрота и точность работы с рулем у вас вот это основная проблема а так здорово так здорово конечно поправить вот эти нюансы поднастроить машину немножко как бы с рулежкой и значительно быстрее поедет просто это вот вы знаете хорошо когда у человека есть какая-то вещь понятно что это убил и сразу получил бонус да все значит я закончил отвечать на вопросы но проболтал уже больше часа как я понимаю поэтому давайте мы сделаем так я сегодня планировал и планирую еще все-таки разговаривать про тренировки поэтому давайте будем считать что мы сейчас закончили часть номер один поэтому всем пока а сейчас я выпью чай и запишу вторую часть все всем пока